Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня рубрика «Готовлю на несколько дней». Что-то я в конце праздников на Новый год не готовила, не готовила, а в конце праздников решила тут наготовить. Но как-то вот на самом деле было вдохновение. Не спрашивайте меня, зачем столько и куда столько и вообще всё в этом духе. Не знаю, вот просто, знаете, встала и начала готовить, как-то не задумываясь, ничего. В общем, ужас какой-то, одним словом. Первое, это готовила я днём. Я решила сделать, так как у меня обеда не было, мы что-то долго спали, потом туда-сюда гуляли. В общем, на обед я ничего не приготовила. Я решила сделать по-быстренькому салат оливье. Он как бы у нас ушёл на обед, но ещё и осталось, потому что миска у меня тут немаленькая, я вам скажу. Как раз остатки колбасы и ещё колбасу отрезала. В общем, да, решила наготовить. На 31 число я и то столько не готовила. Но, в общем, ладно, бывает у меня, на самом деле у меня действительно бывает такое, что я могу наготовить. Просто открываешь холодильник и думаешь, ну, как бы у меня это всё даже не съедят. Ну, вот вдохновение, видать, какое-то на меня нападает иногда. Вот. Ну, в принципе, салат оливье стандартный. Я всегда его делаю с варёной колбасой, яичко туда добавляю. И делаю, вот мне больше всего нравится салат оливье и со свежим, и с маринованным огурцом, или с солёным огурцом. Но с солёным, наверное, не так, скорее, больше даже с маринованным огурцом. Маринованный он же такой немножко остренький и как бы такую остроту придаёт. То есть, вот как вы видите, у меня как раз здесь и свежий огурец, и вот баночку новенькую открыла маринованных огурцов. Кстати, у меня уже все запасы маринованных огурцов в этом году как-то быстро подходят к концу. Вот. Но бывает. В общем, всё это нарезаю, буду заправлять, и как раз буду кормить обедом. А всё остальное, то, что я сегодня вам покажу в видео, это я уже готовила вечером. И, конечно, устала очень. Меня спрашивают, когда я готовлю много блюд, устаю или нет. Конечно, устаю, девочки. Потому что, получается, ты на кухне, даже если параллельно готовить несколько блюд, то всё равно, как бы, получается, стоишь. То убрать, где-то что-то помыть, там ещё что-то проследить и так далее. Вот. Поэтому, конечно, получается, занимается много времени, но зато потом свободно, можно свободно идти гулять. Я не знаю, или заниматься какими-то другими делами, теми же по дому, да, стирку, уборку и всё остальное. Также она остаётся. Вот. Тем более, я живу в загородном доме, дом большой, и уборки, конечно же, много. Это у меня остатки. Тут и петрушка, и укроп немножечко у меня совсем оставалось. Вот всё с праздников, да. И я решила тоже сюда в ливье покрошить, чтобы уже, ну, потому что мне жалко. Я вообще уже говорила тоже, я очень не люблю выбрасывать продукты, поэтому я стараюсь как-то контролировать и делать так, чтобы они у меня сразу, ну, сразу все использовались, да. Конечно же, консервированный горошек обязательно. Сюда добавляю воду. Вот это вот из горошка тоже мне кто-то спрашивал. Я просто её выливаю, то есть, ну, никому не отдаю, ни животным, тем более. И заправляю всё майонезом. Вот у меня остатки вот такого сметанного майонеза. Кстати, сметанный майонез мне нравится больше. Он такой, ну, повкуснее, что ли, не знаю. Вот. И обычным майонезом. То есть сметанный майонез, это, в принципе, по вкусу то же самое, если обычный майонез смешать со сметаной. Вот примерно то же самое получается. В общем, вот такой вот у нас сегодня будет обед в виде салата оливье. Ну, всё-таки праздники, да, значит, можно себе позволить такой обед вкусный. На самом деле оливье я готовлю достаточно часто. Ну, и здесь будем готовить суп. Я варю их два. Первый – это горох. Отдельно отварила горох, а второй у меня с рисом и с куриными фрикадельками. У меня оставалось немножко курин, фаршик из грудки индейки. И вот как раз из него я сделаю фрикадельки. Здесь я подготавливаю обжарку сразу для обоих супов. Почему два, я не знаю, девочки. Вот как-то вот оно так пошло. Вот, на самом деле горох у меня очень любят мои мужчины, а мне почему-то захотелось суп с фрикадельками, хотя первые блюда я не люблю и ем их редко. То есть я могу вот наварить и не есть сама. Это вообще у меня нормальная история. Я вообще могу наготовить, и сама при этом особо это всё дело не есть. Ещё раз повторюсь, не знаю, куда мне столько. Сама вся в шоке. Вот, ну ладно. Вот, подготавливаю также картошку. Картошку сразу добавляю в оба супчика и буду делать вот эти фрикадельки. Просто я делаю фарш, да, вот из грудки индейки. Добавляю туда специи для мяса, соль. Всё это хорошенько перемешиваю. И буду формировать вот такие вот маленькие шарики. Я всегда стараюсь их сделать как можно меньше, но не всегда это у меня получается. Под конец я вообще что-то большие там накрутила. Ну ладно, какие получились. Рис я в них не добавляю, потому что рис у меня отдельно. Можно такой же сделать суп только вместо риса вермишеля, но мне почему-то захотелось именно с рисом. И вообще с рисом мне больше нравится, чем с вермишелью. Не знаю почему, но вот по вкусу, по мне так вкуснее. Вот здесь как раз заправляю уже супчики, бросила фрикадельки. И мою любимую куркуму добавляю немножко. Конечно же, соль сюда, перчик, лаврушечку я уже сюда добавила за кадром, скажем так. И добавляю еще сухой укроп, всегда его добавляю. Все специи заказываю сайхиорпы, я уже об этом много говорила. И немножко сухого чеснока. Сухой чеснок придает блюду такую некую ароматность. Я не скажу, что пахнет прям чесноком, нет. Но блюдо становится, любое блюдо становится сухим чесноком более ароматное. Здесь мы будем подготавливать мясо. Я буду делать его в сковородке вокса стручковой фасолью. Стручковая фасоль, это моя с огорода. Я сажала ее в прошлом году, в прошлом году, да, вот лето, которое было, и замораживала. И сделаю в сковородке вок. Для начала нужно замариновать мясо, это свинина. У меня я просто обрезаю с этого кусочка все вот эти вот жилки, жир вот этот вот. Что-то отдаю собакам, что-то не отдаю, что-то выбрасываю. То есть у меня собаке все равно нет-нет, да, свининку все-таки я им даю, но очень мало, поверьте, совсем чуть-чуть. Любимая моя специя, вот эта желтая, это горчица такая сухая, очень мне тоже понравилась, хорошо к мясу, к курице, соль. Все это хорошенечко перемешиваем и оставляем где-то, ну, примерно минут 40, может быть, час у меня постояло. В это время я как раз успела сделать селедку под шубой. Как я уже говорила, мне многие напоминали про селедку под шубой. На 31 число я ее не готовила, и мне что-то так захотелось, прямо вообще невозможно. Но у меня здесь две тарелки. Первая белая тарелка, это будет, мои мальчишки называют, это огурцы под шубой, то есть вариант без селедки. У меня дети не едят селедку. Ну, в принципе, конечно, они у меня не особо по салатам, вот оливье и вот этот вот они с удовольствием едят. А нам с мужем, ну как взрослым, да, всем взрослым домашним, кто у нас будет и кто у нас есть, вот такое большое блюдо. Селедку решила сразу всю сделать. Ну, что ее там, что на нее смотреть, правильно? Я делаю селедку именно вот таким образом. Я ее уже показывала, этот рецепт. То есть я не натираю, а нарезаю картошку, дальше буду смазывать все это дело майонезом и также нарезаю лук. Мне как-то писали, что это то, что у меня, это не селедка под шубой. Нет, девочки, это селедка под шубой. Просто, как правильно написала одна из моих зрительниц, которая пробовала делать такой рецепт, и ей сказали, что раньше всегда так делали селедку. Под шубой. Вот, видимо, у меня оттуда этот рецепт и остался, потому что натертая картошка, вот когда натертые слои, еще много разных слоев там, это для меня немножко не то блюдо. Вот это истинная для меня личная селедка под шубой. Вроде бы ингреди... Кстати, вот здесь вот показываю баночку. Смотрите, да, так все плотненько уложено, а внутри дырка. Всегда вот селедка попадается. Это вот такой вот марки, хотя вот эта марка мне нравится. Сама селедка очень вкусная и хорошо почищенная, то есть нету косточек. Иногда бывает покупаешь и еще сам чистишь. Нет, здесь селедка хорошая, но уложена она вот таким образом. И, кстати, никогда еще не было такого, чтобы я купила вот такую баночку селедки, и она вся прямо до верху, до краев была забита селедкой. Нет, всегда вот такая дырка посередине. Напишите у вас так же. Бывало ли, что вы целую прям банку покупали? У меня такого никогда не бывало. Вот этот рецепт селедки под шубой, мне кажется, как раз-таки от моей бабушки. Мне достался, потому что в детстве я ела именно вот такую селедку под шубой. А в другую тарелочку я добавляю огурцы. Это маринованные огурцы. Мне посоветовала так сделать одна моя зрительница, причем даже не одна. И вот с тех пор я так и делаю. Добавляю туда обязательно нужный лучок, чтобы была острота такая, да. И вот маринованный огурец. Очень вкусно. Вот если вы не любите селедку, попробуйте обязательно сделать это блюдо именно вот с маринованными огурцами. Можно с солеными, наверное. Я не пробовала с солеными огурцами. А с маринованными получается просто вот, просто обалденный такой овощной салат. Очень вкусный. Вот, так что детям делаю вон ту тарелочку. Это взрослым. Ну и саму свеклу я натираю на терке. И уже буду сюда выкладывать. И если вы не пробовали еще так сделать селедку под шубой, обязательно попробуйте. Вроде бы ингредиенты те же, да, все то же самое. Но вкус получается какой-то другой. Не знаю. Может быть. Ну можете назвать это не селедка под шубой, а что-нибудь другое. Просто салат селедочный. Пусть будет так. Но он действительно очень вкусный. Вот. Теперь все хорошенечко выравниваю. Вот. И буду добавлять, обмазывать майонезом. Тоже стараюсь майонеза немного, но как раз таки этот салат такой, что немного не получится. Вот. Обязательно обтираю так вот, кстати, салфеточкой, обычной сухой салфеткой. Ну, полотенце это кухонное, да, саму тарелочку. И сверху натираю на терочке яйцо. Обычно отварное. Можно еще украсить луком. Но я уже не стала так заморачиваться. Потому что время, на самом деле, было что-то уже в районе девяти вечера. Поэтому уж какое-то тоже... Мне уже не до красоты было, скажем так. Вот. И второе делаем то же самое. Также буду украшать... Ну как, украшать яйцом, можно и так сказать. Вот такая у меня селедка под шубой. Я обожаю ее. Именно вот в таком виде, как вот, которым я готовлю сама. Вот. Насчет моих мужчин не знаю. Я у них даже, кстати, не спрашивала. Мужу, например, как ему нравится больше такая. Или когда и картошка тоже на терке натерта. Не знаю. Не спрашивала у него. Но это он ест с огромным удовольствием. Она только обязательно должна настояться ночь. То есть я ее делаю вечером. И кушать мы ее уже будем завтра. Тогда вот эта картошечка, вообще все слои, они хорошо пропитаются. И будет вообще обалденно. Так что отправляю свои селедки и огурцы под шубой в холодильник уже. И завтра мы как раз будем все это употреблять, скажем так. Ну и кто, если заскочит к нам в гости, то будет чем вкусненьким угостить. Ну и приступаем к нашему мясу. Сковородка ВОК. Я ее разогрела. Масло. И добавляем сюда. Обжариваем вначале мясо. Потом добавляю стручковую фасоль. Если у вас нет сковородки ВОК, можно сделать все то же самое, только на обычной сковородке. Я раньше так и делала. И добавляю сюда соевый соус и бальзамический уксус, который я купила на Ахерб. Но именно вот этот, который я купила, мне не очень понравился. Он слишком такой кислый, что ли. Не знаю, вот до этого я покупала другой, а потом, когда закажу, приедет он, когда появится он в наличии, приедет ко мне. Я обязательно вам покажу именно тот, который мне нравится, который очень вкусно и в салаты, и в маринады, и вот в такие блюда. Ну, в общем, вот этот как-то не очень мне и в салаты не подошел. И вот в таком исполнении тоже мне особо понравилось. Вот такой у меня бардак на кухне. И, конечно же, естественно, время 10-й час уже. Вот, а я тут все еще вожусь. За кадром еще сварила компот. Вот мои два супчика, боже, ужас. Не знаю, зачем мне столько. Первая маленькая кастрюлька это с фрикадельками, а второй это суп горох. Получился у меня. Ну, будут мои мужчины есть, куда уж денутся. И здесь сварила компот из лесных ягод и малины. Лесные ягоды здесь у меня немножко черники, немножко брусники. Черная смородина и малина. То есть, такой ягодный компотик очень вкусный. И вот такое вот мясо у нас получается со стручковой фасолью. Кстати, очень вкусно. Хорошо его подавать с рисом или с макаронами. С пюре тоже можно. И с гречью у меня муж такой есть. То есть, по-разному. Вот. Так что, наготовила селедка в холодильнике. Оливье уже пожевали у меня. В общем, разошлась я. Ну, и на сегодня я уже буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал.